Друзья, всем привет, добрый день! Несмотря на какие-то личные предубеждения, я всегда выше какого-то там личного взаимоотношения с людьми или событиями, поэтому сейчас вожжет неожиданный поворот. Я вам прорекламирую расследование Bigus.info про близкого друга и партнера Андрея Ермака, главы Офиса Президента. Речь идет про Артема Колюбаева. До того, как Андрей Борисович воцарился в Офисе Президента и стал выполнять функции президента нашей страны, Артем Колюбаев был третисортным занюханным недокиношником, продюсером, который работал в рамках объединенных групп, создавал какие-то сериальчики, участвовал в каких-то мелких делишках сериального бизнеса в рамках студии «Квартал 95» и вне июля. С приходом Ермака в Офис Президента Колюбаев потихонечку становится бизнесменом национального масштаба. Он возглавил совет по кинематографии при Министерстве культуры и теперь является главным чиновником по распределению бюджетных средств на создание украинских сериалов. Помните недавний скандал с выделением денег на сериал Горбунова и СМТ «Энгулец»? Все сказали, что это про Поворознюка будет сериал, скандал Ткаченко, который вообще к этому отношения не имеет, ну имеется в виду, потому что распределение денег осуществляет Колюбаев, партнер Ермака, но уволили Ткаченко. Колюбаев мало того, что остался во главе этого совета по кинематографии, так ему еще после окончания полномочий контракта Шмыгаль единоличным решением эти полномочия бессрочно продлил до окончания военного положения. Это же стратегическая отрасль, там же нельзя выборы провести, правильно? Нельзя конкурс объявить сейчас. Везде можно, а вот в совете кинематографии нельзя, потому что там условно не Параджанова возглавляют, не Федерико Феллинии, а целый Артем Колюбаев. Ну, смотрите, тут-то переизбирать-то могли бы, но вот тут такой специалист, что в принципе найти лучше-то и не получается. Помимо совета кинематографии и распределения миллионов бюджетных гривен на третисортные сериалы и продукты, ну, знаете, гомнище, которое они производят в марафоне национального отупления, Колюбаев стал параллельно, смотрите, заштатный киношник стал чиновником, распределяющим сотни миллионов бюджетных гривен наших денег на вонючие сериальчики. Он стал параллельно строительным магнатом, потому что вот так вот стал партнером внезапно Столлара и Медведчука в строительном бизнесе их, в компании Энсо. Причем, когда происходили процессы обвинения Медведчука в госизмене, задержание, подстражу, обмен, все его доли в компании Энсо и все их проекты были заморожены. Как только туда зашел Колюбаев, все снова поехало, деньги стали снова выделяться, стройки опять возобновились. Посмотрите, как он привнес человек свежее дыхание от его сопрезидента в строительный бизнес. После этого наш друг Колюбаев стал еще и совладельцем компании по производству беспилотников, компании «Калл». Не, ну а коли я еще посиджу биле Байрактара, правда? Так, появились контракты, начался диалог, ясно. И сейчас будет моя традиционно глубоко субъективная и ничем не подкреплена думка. Это выглядит как виткат в законе. Вы великий и очень актуальный сейчас бизнес, вы хотите замовы, не хотите проблем, то у нас там есть двое киношников. Поверьте, их присутность в вашем бизнесе сделает его будущем безхмарным. Все, кінец субъективной думки. Я вот смотрел на вот этот расклад, да, весь, ну смотрите, так вот раз, два, три, ну незаменимый специалист. Я думаю, ну вот кроме Ермака, да, там, что у них может быть там общего, что в этом всем такого, что может их объединять. Я нашел две вещи. Первое. Вот если вы посмотрите на фотографию Калюбаева, то у него вот те же самые фенечки на руках, те же браслетики, как и у Ермака, и у главы Национального банка Пышного, за которого Андрей Борисович рвет жопу на британский флаг. Такие же браслетики, если вы так посмотрите внимательно, носят ряд украинских чиновников и депутатов, склонных к тому, чтобы быть сектантами. Помимо некоего социума, в котором они там все варятся, они еще и, это мое субъективное мнение, безусловно, подозрение, являются представителями одной и той же секты, которая называется АЛЛАТРА, в которую входит в том числе вице-премьер и министр по оккупированным территориям Верещук. А если следовать данным в Википедии, то основателям и руководителям АЛЛАТРА, знаете, кто был в Украине всегда, а вот тот самый Олег Кулинич, руководитель управления СБУ по Автономной Республике Крым, тот самый агент Категерошко, который в связи с экс-заместителем главы администрации президента Януковича Севковичем, планировал и обеспечивал при главном лейтенанте страны Баканове, который носил точно такие же фенечки, сдачу Юга Украины, врагу. Его обвиняют именно в этом. Вот Кулинич, АЛЛАТРА, Наумов, это тот, который кошелек Баканова, задержанный, посаженный в тюрьму в Сербии. Там же Андрей Борисович Ермак, я имею ввиду визуально, с этими всеми татуировочками, фенечками, штучечками. И вот один из представителей этого фенечно-штучечного движения раз и взлетает вот так вот интересно в бизнесе, к которому я никогда не имел отношения. А что еще общего, спросите вы? Ну, кстати, Кулинич, АЛЛАТРА, ну такой Севкович, такой немножко вонючий кремлевский след, да, чувствуете его? Так вот, смотрите, Калвер, компания по производству беспилотников, ее основным фондатором, человеком, который дает деньги на развитие этого бизнеса, является украинский бизнесмен Крут. Такой фамилия у него такая, Крут. Так вот, украинский бизнесмен Крут тесно связан с российским букмекером 1xbet. С 2021 года основным инвестором этого производства стал холдинг Течия, бизнесмена Олега Крута. Знову ж таки, якщо ви дивитесь нас давно и уважно, то знаете, что наприкінці минулого року моя колега Олеся Иванова присвятила Круту цілий выпуск. Окей, неперсонально йому, його можливим звязкам з 1xbet. Це великий гральний бизнес, який віднедавно в Україні перебуває під санкціями. Цьому передавали неодноразові закиди через звязки з росіянами. Коротше, лінк зараз на екрані, подивіться, якщо не бачили, ми зараз дещо про інше. Після того, як з'явилися повідомлення про закупівлі безпілотників від Каувера з грошей президентського фонду, а на горизонті, схоже, замаяріли не періодичні окремі закупівлі, а новий, великий контракт, в структурі компанії-виробника сталися серйозні зміни. У вересні кінопродюсер Артем Колюбаєв та режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко зайшли в Каувер. Зайшли як співвласники. Обидва отримали по 5%. Слишком много странних параллелей, согласитесь. І ще одне інтересне замечання. Смотрите, 1xBet, Крут, Калвер, тут чоловік Кирмака Калюбаєв, с одной сторони. А с другой стороны, например, компания «Юнайтед-24», куди ми всі донатили средства для підтримання української армии. «Армия дронов», помните, да? Проект Зеленського, тире, министр цифрової трансформації Федорова. Деньги через которые идут по проекту «ДИЯ», где главным финансовым партнером выступает финансовая компания «Единый простір», владеют которой бизнесмены, связанные с российским онлайн-казино «Пинап». «Игорный бизнес 1xBet», одна вертикаль, с историей, в которую вмазан друг Ермака Калюбаєв. И другая история «ДИЯ» с процессинговой компанией «Единый простір», в которой вмазано онлайн-казино «Пинап», точно так же российское. Все это соединяется через армию дронов, потому что армия дронов финансируется проектом «Юнайтед-24» через проект «ДИЯ». И армия дронов, проект «Юнайтед-24» заказывает беспилотники у кого? У компании «Калвер», в том числе, куда зашел Калюбаев. Выглядит это как не просто сектой, а сектой, вплетенной в органы управления украинским государством и тесно связанной с российским бизнесом и российскими агентами. Как вам такое? В расследовании «Бигуса», которая, скажем так, эти вещи как-то между собой не связала, а я вам в этом помогу. Помогу обратить внимание на вот эти вот очень интересные детали. Помимо всего этого, обращу внимание на другие расследования журналистов, которые выходят параллельно. Вот, знаете, вот вышла, как бы то ни было, недокрученная, не увязавшая между собой «ДИЮ» и российское казино «Пинап», не увязавшая между собой «Калвер» по производству беспилотников и российского онлайн-букмейкера «1xbet» расследования «Бигуса», но это все-таки, знаете, можно доработать всегда, доточить. И параллельно вы можете посмотреть на уникальное расследование моего бывшего журналиста, который у меня работал, Михаила Ткача, ныне ставшего светочем украинской расследовательской журналистики, по слежению за другими людьми из кустов, про Кароке-Боху в Киеве. Я вот это вот расследование, два расследования, для вас тоже хотел бы привести как сравнительный пример того, во что превращается журналистик, когда он становится слугой Офиса Президента. Украинская правда, где опубликовано расследование про Кароке-Боху, как люди бухают во время войны, это, безусловно, важно, и, безусловно, помогает спасти Украину от российской оккупации. Но это демонстрация того, когда хочется хоть что-то показывать, надо что-то показывать, надо поддерживать имиджа-следователей, но про Ермака говорить нельзя, с Колюбаевым, с Федоровым, и нельзя показывать их связи с российским онлайн-казино, а дальше с российскими спецслужбами, если хотите, можно такую связь провести, используя Кулинича, Севковича и сдачу Юга Украин. Но что-то показывать надо, поэтому давайте мы вам покажем про футболистов команды «Динамо» и «Ю-19», бухающих в казино «Боху». Вырождение журналистики, которая могла бы стать основой для освобождения Украины от тирании и монополизации информационного пространства, становится одной из главных проблем, о которой нам в том числе с вами придется говорить. Потому что продавшись офису президента ряд СМИ и журналистов, ну, скажем так, становятся пособниками и подельниками людей, которые сегодня обворовывают нашу с вами страну в содействии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подписывайтесь на канал «Дубинский» в Ютубе, «Дубинский.Про» в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, везде, где вам будет удобно знать правду про Украину. И не забывайте про мой «Тик-Ток». «Тик-Ток». Это время, тикающее на часиках Владимира Александровича Зеленского до следующих демократических выборов, на котором мы ему скажем «Адью», как любит Андрей Борисович. Пока. Субтитры подогнал «Симон»